Многие люди стремятся к любви или к отношениям, но для этого необходим внутренний рост, который может быть болезненным, предполагает компромисс и уязвимость. Любовь требует от нас постоянного совершенствования, большого понимания и терпения. С другой стороны, это также означает, что нужно понимать, что отношения не сложились и иметь смелость уйти в раздосадованных чувствах. Вот шесть признаков того, что вы не любили. Первый. Быстрое развитие отношений. Страсть стремительна и мимолетна, в то время как любовь нуждается во времени. Эксперт по взаимоотношениям Сьюзен Винтер говорит, страсть живет иллюзиями, любовь может пережить реальность. Когда вы с кем-то быстро вступаете в отношения, вы основываетесь в большей степени на своих иллюзиях. Обычно люди фантазируют о совместном будущем и отдаются одержимости всего лишь после нескольких недель знакомства. Второй. Вы ожидаете, что партнер будет безупречен, а затем сердитесь или разочаровываетесь, когда он предстает в истинном свете. Вы верите в родственные души или в судьбу? В теории прекрасная концепция, не так ли? Но Винтер утверждает, что только страсть нуждается в совершенстве, чтобы выжить. Когда вы ожидаете от партнера, что он будет всегда хорошо одет, красиво говорить или впечатлять своими достижениями, вы не оставите ему место для искренности. Любовь всегда основывается на чем-то. Когда вы любите кого-то, вы принимаете его недостатки. Преодолеваете плохое и наслаждаетесь хорошим. Третий. Вам некомфортно рядом с ним. Хорошо. Кто не стесняется сказать что-то не то или произвести плохое впечатление. Но когда вы действительно влюбляетесь в кого-то, тогда вы можете перестать беспокоиться об этом. Доктор Брэндон Браун, эксперт по исследованию уязвимостей, обнаружил, что те, кто обладает сильным чувством любви и привязанности, более ранимы. В то же время те, кто чувствует себя оторванными от своих партнеров, продолжают отгораживаться все сильнее. Когда вы не делитесь своими эмоциями, трудностями, секретами, вы не совсем любите. Четвертый. Вы все больше отдаляетесь. Это нормально для переходного периода от влюбленности к устойчивым отношениям. Но два любящих человека все равно хотят проводить много времени вместе. Если вы все больше и больше отстраняетесь от своего партнера, часто отменяя планы на вечер, потому что вы хотите потусоваться с друзьями, семьей, кошкой, это уже ненормально. Пятый. Ваши мысли не рядом с ним, а вскоре вслед за ними отправиться из сердца. Стивен Бэтчен, автор «Притягательных партнеров», утверждает, что влюбленные партнеры, как правило, уделяют внимание своим вторым половинкам. Когда вы подмечаете мелочи или выражаете беспокойство о своем партнере, когда вы вместе ссоритесь, это показывает, что вы заботитесь о них. Но если вы избегаете трудных разговоров или споров, вы также снижаете важность партнера в вашей жизни. Шестой. Вы начали беспокоиться. У вас были проблемы с пищеварением или со сном? Два специалиста, психолог К. Беллист Клили и доктор Энн Шиба считают, что это физическое проявление тревоги, вызванной неспособностью выразить и донести до партнера беспокоящие вас вещи. Помните, что вы можете бежать от правды лишь до тех пор, пока она вас не настигнет. Любить можно только вдвоем. И вы оба заслуживаете найти любовь в другом месте, если между вами любви не возникло. Как думаете, что происходит с вашими отношениями? Озвучил Инкор Кадит Субтитры создавал DimaTorzok